Доброго дня и вы смотрите программу о животных хочу домой как всегда мы стараемся в нашей программе помочь бродячим животным рожденным под открытым небом найти себе новый дом и хороших владельцев обсуждаем тему бездомных животных и пути решения данной проблемы рассказываем что нового произошло в мире братьев наших меньших сегодня вы увидите первым сюжет спорт для собак аджилити круглый год что дает это занятие с какими породами можно ходить на аджилити видео визитки еще раз для тех кто не знает что это такое это информация о собаках и кошках которым ищут владельцев замечу ответственных владельцев обращаюсь к зрителям хотелось чтобы вы делились и рассказывали об этой информации людям которые мечтают завести дома животное кошку или собаку сегодня информация о двух собаках и двух кошках очень классное животное и конечно беседа с гостями студии сегодня у нас за столом наиля ковегина она возглавляет фонда помощи бездомным животным группа каштанка и и ольга ромашкевич администратор благотворительной организации помощи бездомным животным каштанка и конечно за член правления этой благотворительной организации или как еще символ надежды символ надежды так ну и конечно вопрос что нового в работе вашей организации ну с тех пор когда мы встречались с вами последний раз мы были сообществом каштанка с тех пор у нас произошли это интернет соцгруппа соцсети это интернет instagram вайбер ватсап любая любая соцсеть а с тех пор у нас произошли изменения мы объединились с благотворительным фондом символ надежды то есть у нас появились новые возможности помощи бездомным животным а в чем заключаются эти возможности что нового помощь бездомным животным осталось все все то же самое что и выполняла каштанка просто мы финансово более можем более более может более возникло больше животных охватить своей помощью да финансовое скажем так и физически вопрос с каким количеством собак вы сейчас работаете или сколько людей сколько людей нуждаются вашей помощи и сколько вы помогаете очень много поступает просьб к нам каждый день ежедневно ежечасно и даже ежеминутно охватываем ну насколько позволяют наши силы возможности у нас огромная команда единомышленников волонтеров контактируем с многими приютами с многими волонтерскими организациями с клиниками и на попечении у нас сколько около 30 наверное в данный момент 30 собак то есть мы не отказываем никому стараемся помочь всем вот по поводу волонтеров а насколько вот у вас налажена вот эта та самая оперативная связь между волонтерами и вообще для чего она нужна то есть что помогают и чем помогают волонтеры но у нас вот эта группа каштанка это собственно говоря и есть сообщество волонтеров любителей животных желающих помочь у нас мы ее иногда даже называем группой быстрого реагирования кто-то сбрасывает информацию там еду по московскому шоссе виду вижу сбитую собаку кто может подойти кто может подойти кто подъезжает быстро собрались отвезли собаку как-то щенок застрял в зубчининовке под плитами опять клич в группу все кто мог поехали в зубчининовку и там вызывали спецтехнику даже чтобы вытащить щенка вот такое у нас взаимодействие а вот вопрос смотрите в прошлом году очень много я был как-то подписан на эти группы нас в соцсетях но где-то сейчас так же остался но все-таки я сейчас замечаю что все-таки меньше вот этот самый прессинг я так их называю псевдоволонтеры которые наверное просто вот на словах там ну кого-то ругают по кого-то постоянно очерняют диванные года то есть и я их назвал на диванные волонтеры сколько таких у вас людей и вы как-то ну как-то с ними хоть работа мы с ними вообще не общаемся с этими диванами есть люди которые совершенно невозможно переубедить убедить и тогда мы не задаемся этой цели переубеждать во первых у нас своя миссия какая-то у каждого своя работа диванные волонтеры ну у них такая работа нам просто некогда заниматься вот этими склоками сплетнями и выяснениями отношений потому что у нас другая работа и поэтому ну работают они по-своему они постепенно может быть исчезнут то есть у нас нет задач переубедить да и вы знаете вот самая главная мысль которую я всегда и в прошлом году постоянно как-то в эфире это поднимал и говорю ребят ну прекратите что вы делаете значит мысль о том что почему то вот у таких волонтеров мысль всегда основная что вот люди там нехорошие там всякими обзывают что-то все жестокие прям налево-направо вот так далее я задаю вопрос а ну возможно может быть это стая собак который сколько раз я был свидетелем несколько видео есть собой которые забивают своих же сородичей правда моих глазах я там их распугивал потом там забили сородич что-то ушел где-то спрятался все и там медленно умирает допустим вот его нашли волонтеры вот они говорят это люди так далее насколько много таких случаев что животные страдают от рук людей очень много очень много причем сейчас не то что страдают от рук людей сейчас стреляют собак повсеместно практически вот буквально с месяц назад мы подбирали маламута он был стрелянный сверху откуда-то и дробью и еле-еле выходили мы его вернули хозяевам слава богу появился хозяин то есть было подано заявление в полицию даже и вот полицейский вышел посмотрел в машине лежачего этого маламута но получили отказ возбуждение даже несмотря на то что там даже несмотря на то что было да прям было зафиксировано ветеринары документально задокументировали этот факт что стреляны на рентгене гильзы все это было документировано несмотря на это мы получили отказ от кировского ровды ну да возбуждение уголовного дела то есть по сути дела получается 245 статья как бы у нас не совсем работает не совсем работает но случае с цезарем есть такой пёс к сожалению он погиб когда на камерах было зафиксировано в 6 утра машина переезжающий его два раза за рулем был подросток из зубчининовки опять же мы давайте так тогда вот к этой теме мы обязательно вернемся чуть позже после того как мы посмотрим второй сюжет вот итак время смотреть визитки и потом мы продолжим разговор две собаки и две кошки хотят домой или проще им ищут владельцев смотрим она не лает и не кусается и на прищепку отзывается именно так ее назвали когда нашли вместе с другим щенком на трассе ее сестру по кличке щетка удалось пристроить сразу а вот прищепка так и живет приюте подобрали мы ее щенком на трассе у нее не было как бы был закрыт один глаз выяснилось что у нее там инородный предмет который достали и слава богу она у нас с глазами прекрасно себя чувствует очень человекоориентированная добрая веселая собака если у вас есть свободное время чтобы гулять она будет прекрасным компаньоном об этих прогулках сейчас прищепке около трех лет и ей ищут своего хозяина по характеру спокойная не агрессивная если вы заинтересовались звоните по телефону восемь девятьсот семнадцать ноль девятнадцать восемнадцать двадцать семь история этого щенка сильно не отличается от других истории найденышей подкидышей и брошенных после рождения собак нашли зимой в коробке с другими четырьмя щенками которые из-за сильных морозов последствия погибли а этому суждено было выжить назвали его полу сейчас после адаптации ему ищут своего владельца обратите на него внимание кушать он любит все характер как у обычного здорового щенка веселый любознательный игривый немного в новой обстановке пугается но быстро осваивается и очень очень ласковый обратите внимание на этого щенка по кличке балу сейчас ему около пяти месяцев и он нуждается в своем хозяине обращаться восемь девятьсот двадцать семь семьсот пятьдесят пять тридцать девяносто девять этого кота зовут пушок с самого детства он жил в домашних условиях с пожилой женщиной но так случилось что пушок остался один и его отдали в приют сейчас ему около четырех и ему ищут нового владельца вот очень добрый вот плюшка на самом деле очень любит подушки пледы именно спать на них то есть его баловали холили лелеяли любили не любит кошек других но в силу того что он все это время жил один вот и я надеюсь что сегодня кто-то действительно обратить внимание на этого большого такого тустяка доброго и пушок уедет домой обратите внимание на кота по кличке пушок сейчас он живет в приюте но очень хочет снова домой обращаться 8 927 261 06 06 владельцы этого кота переехали в другой город но кота брать отказались так и получилось что он остался жить на улице возле дома добрые люди пристроили его в приют и сейчас ему активно ищут нового ответственного хозяина просто невероятно шикарный кот смотрите во первых сколько мы весим это наверное килограмм 6 7 вот он очень ласковый очень послушный дома он вел себя шикарно лоток когтеточка дивана не дерет вообще строго ходит в лоток прям изумительный по характеру он очень прям прям домашний шикарный кот который будет согревать вас по вечерам и просто будет дарить вам свою ласку тепло и забор черный красивый похож на шотландскую породу обратите внимание на этого кота сейчас ему ищет нового владельца заберите пожалуйста его из приюта обращаться 8 927 017 50 22 итак не устаю разрушать стереотип мнений когда люди говорят что лучше взять щенка он якобы будет свой родной но уверяю вас брать можно собаку кошку как щенком так и во взрослом состоянии они прекрасно адаптируются в новой семье вот у меня вопрос в этой связи действительно люди боятся брать взрослую собаку разбудите пожалуйста взрослую собаку как правило боятся братья люди не имеющие опыта работы с собаками если у человека это далеко не первая собака то он одинаково легко и щенка воспитает и одинаково легко найдет общий язык со взрослой собакой потом когда берешь взрослую собаку нужно конечно быть готовым чтобы потратиться больше времени на такое притирание друг другу вот у нас одна и та же собака в одну семью отдали такса в принципе хорошая породистая красивая в одной семье не прижилась ну нужно было немного потерпеть подождать кошку кусает на хозяев рычит не захотели ждать отдали в другую семью там собака сейчас живет счастлива прекрасно себя чувствует и никого не притесняет и хозяев не огрызается поэтому не надо бояться взрослых собак просто и он учить побольше терпения хотя и со щенком тоже нужно побольше терпения но это же грызет и учиться мне кажется мне кажется со щенком очень много нужно терпения потому что это больше да даже больше чем на мой взгляд тоже больше на мой взгляд проще со взрослой собакой найти общий язык но многие вот почему-то боятся именно взрослой собаку потому что непредсказуемое может быть поведение хотя люди когда долго общаются собаками они могут предсказать это поведение но ведь всегда если вы помогаете отдавать собаку или вы если вы пристраиваете собаку ведь может можно как-то отказаться ведь есть конечно каким образом у вас регламентируется такое положение когда мы отдаем собаку мы естественно говорим любая помощь мы не отказываем в помощи если вдруг вам ну всякое бывает собака вот буквально на выставке у нас есть такой очень суперский пёс балу которого мы хотели привезти к сожалению не привели за габаритом не прошло габаритом у него очень такая история очень трогательная история он был выброшен со своими сородичами на помойку в мороз 35 градусный в коробке в месячном в месячном возрасте один из выживших только он помесь резиншнауцера или черного терьера черного терьера в общем история немножко умалчивает вот и на выставке он очень понравился одной семье но у мужа аллергия но он прямо вот влюбился у него вот вот было видно по глазам как он прям влюбленно на него смотрит и говорит давай попробуем и он и с ним на выставке обнимался и целовался и на жену смотрит говорит все все хорошо у меня ничего не чешется у меня ничего эти глаза не слезятся в общем они взяли его на ночь но у него все-таки проявление аллергии проявились закрытое закрытое помещение ограниченное пространство поэтому мы без проблем его забрали обратно и любая помощь от нас мы стерилизации вакцинации пожалуйста мы не отказываемся от этой помощи просто хочется пожелать людям немного терпения и из моего опыта добавлю что взрослых собак больше берут возрасте люди для детей конечно хочется щенка потому что с ним поиграть погулять и вот качество какие-то привить ребенку а взрослые они уже хочет хотят более спокойных собак вот в этой связи у меня такой вопрос люди когда берут собаку почему-то они все уверены что мы берем собаку все и заниматься не нужно вполне достаточно там покормили погуляли так далее ведется ли у вас какая-то работа потому что все-таки товарищи берите собаку но вы должны понять что если будет какая-то как какая-то поведение которое не соответствует вашим нормам норм в вашем как бы жизни то собаку надо все таки скорректировать сходить конструктору пойти на дрессировку конечно мы обязательно даем рекомендации что если будут проблемы с поведением то есть у нас курсы дрессуры и есть зоопсихологи но мы как бы не можем людей заставить заниматься этим обязательно у всех разные финансовые возможности но мы всегда говорим что воспитанная собака и это спокойствие в доме ну собаку воспитывать нужно всю жизнь в общем то и вот тогда еще один вопрос по поводу все-таки социального статуса люди вот как вы сейчас сказали берут собак в основном люди пожилые пожилого возраста но неужели непонятно что чем старший человек тем больше потом могут больше потом может могут возникнуть проблемы с тем что все таки где-то там собаку пристраивать человек заболел попал в больницу и так далее вот в этой связи что нет здесь было сказано в таком контексте что взрослых собак в основном же берут люди возрастные на самом деле собак уличных вот к большому кстати нашему удовлетворению сейчас берут очень много беспородных независимо от социального статуса человека независимо от его финансового статуса у нас даже многие звезды сейчас держат дворняк и не одну и когда вот идешь по улицам там со своей собакой ты видишь что тебе навстречу идет человек с двумя дворнягами многие сейчас держат по две собаки чтобы собакам было веселее и действительно сейчас может быть даже это новый тренд держать беспородную собаку это опять как бы такая некая мода мода на были породистые сейчас беспородистые а как же так получается тогда беспородные породистые собаки породные тогда остаются не у дел на породистые собаки всегда был спрос опять же в зависимости от того какая реклама выходит какие фильмы выходят электроник популярные эрдельтерьеры колли популярные были когда лесси да реклама чапи ирландские сеттеры так что породные собаки они как бы всегда у них своя ниша а вот беспородных сейчас становится все больше и больше именно домашних раньше такого не было сколько собак вам вот за последнее время хотя бы но за последние полгода удалось пристроить и как-то или как-нибудь так осчастливить их не меньше тридцати дело в том что прям хотим постучать пристраиваются собачки и щеночки взрослые пристраиваются и потом общаемся с людьми возвратов практически нет живут собаки и счастлива в семьях могу добавить что очень радует что когда ребенок просит на день рождения осчастливить бездомную собаку щенка у нас был случай зовут ее пепа теперь мы ловили с ольгой это был наш первый первый опыт ловили щенка дважды ловили первый раз неудачно поймали она нас покусала несмотря на то что щенок а второй раз удачно и сейчас она взрослая собака уже и ребенок попросил у мамы на день рождения щенка бездомного с улицы мамы я хочу кого-то осчастливить кому-то подарить вот отлично вот об этом мы да кстати тоже поговорим но после нашего сюжета время подошло смотреть сюжет на следующую тему вы взяли себе питомца я имею другую собаку от дрессировали и далее возникает вопрос чем заниматься есть тема посмотрите разбег прыжок еще прыжок резкий поворот тоннель и еще с десяток различных препятствий приходится преодолевать четвероногим участникам спортивных кинологических состязаний популярный вид спорта аджилики известен самаре тогда еще в куйбышеве с начала 90-х годов прошлого столетия с тех пор в нашем городе появилось несколько площадок где проходят занятия по аджилики как показало время это увлечение оказалось весьма полезным для владельцев и из питомцев с помощью аджилицы как и с помощью любой дрессировки настраивается контакт между собакой и между человеком что в принципе помогает улучшить их взаимосвязь и улучшить их жизнь в целом а в силе собаки могут заниматься аджилики аджилики могут заниматься все здоровые физически собаки на совершенно разном уровне и как новички они могут для общего развития и уже потом они могут стать настоящими спортсменами задача перед участником собакой стартовать и на время пройти дистанцию преодолевая различные препятствия главные критерии в аджилики скорость правильная последовательность преодоления спортивных снарядов а еще направление захода касания обязательных зон не сбить планку барьера и еще как минимум с десяток правил кроме полезной и физической нагрузки есть еще интеллектуальное и психологическое развитие собаки мы пришли на аджилики для того чтобы собака была активна и полезная у нее была активность потом выяснилось что у нас собака трусливая и аджилики нам очень помогло наладить отношения с собакой добавить есть смелости вот это очень прекрасный спорт для того чтобы настроить отношения между собак и хозяином аджилики кинологический спорт для любой породы собак главное терпение владельца и спортивный азарт хотя у многих участников концепции этого увлечения не обязательно победить а хотя бы поучаствовать и многие владельцы четвероногих спортсменов уверены что их питомцам это занятие нравится почему ты идешь сюда ну потому что мне нравятся собаки мне нравится бегать и это все объединяет в себе бег собак отлично молодец все подряд а вот какое упражнение как думаешь нравится твоей собаке качели нравится бум нравится туннели нравится все нравится кстати некоторые родители специально заводят собак своим детям ради того чтобы удовлетворить их желание заниматься аджилики и мама не вытертала и купила мне собаку и мы начали ходить на тренировку да точно и мне это нравится а чем тебе это нравится что там делаешь ну собака очень воспитанная задорный лайк команды спортсменов аплодисменты зрителей кто-то остается довольным от результата кто-то немного расстраивается но не сдается для одних это просто увлечение а для других с годами тренировок от чилики становится делом жизни и в конце концов профессии и прежде чем продолжить нашу беседу расскажу о недавнем случае говорим о том чтобы вы внимательно гуляли с собаками особенно когда они боятся громких шумовых звуков примеру салюты примерно где-то месяц назад потерялась собака в мичуринском микрорайоне белая якутская лайк пропала буквально за несколько секунд испугалась салюта и побежала пока владелец забежал за угол дома собака уже скрылась из виду искали как говорится всем миром давали объявления во всех соцсетях и неожиданный финал собаку нашли всего в двухстах метрах от того места где она гуляла с хозяином и нашли ее в колодце истощенную еле живую счастливый финал и сейчас собака чувствует себя хорошо при поиске потерявшихся собак не исключайте места открытых коллекторов и колодцев ну и у меня следующий вопрос разрабатывается законопроект по поводу ответственного отношения к животных к животным именно по отношению к людям то есть ответственное отношение к животным это что это жестокое обращение и самое главное все таки штрафы ваше мнение по поводу применения штрафов и опять же как донести людям что они должны ответственно относиться к животным что делать По отношению к хозяйским собакам, я так понимаю, штрафы, да? Ну, вы же понимаете, что в основном выбрасываются собаки беспородные, в основном, потому что если человек отдал, скажем, к примеру, 40-50 тысяч за породистого щенка, то, как правило, такой щенок редко оказывается на улице, и то вот, ну, как вот случайно, да, как вот сейчас я уже рассказывал, что собака упала просто-напросто в колодец, вот. И ладно там, в этом районе. А вот социальная группа, которая неблагонадежная, в состоянии у которых ниже среднего, они пытаются, как вы сказали, завести собаку для ребенка, но потом не справляются. Ну, я бы, например, на мой взгляд, конечно, штрафы нужны, да, они могут усугубить положение, если вдруг это, как вы говорите, социально необеспеченные. Социально обеспеченных, да, их штрафы вообще... Вообще бы я бы внедрила бы штрафы за самовыгул еще, потому что очень много людей отпускает собак на самовыгул. Обязательно стерилизация. Ну, да, хорошо, обязательно стерилизация. Кастрация, стерилизация. Ага. А программу СВВ или просто... Ну, да, если... СВВ – это для бездомных, а это для домашних. А для домашних? Если животное не планируется для племенного разведения, оно должно быть стерилизовано. Я думаю, проблема будет решена, потому что в последнее время просто шквал коробок со щенками – это же не бездомные, это же домашние собаки плодятся. Ну, и получается тогда, может быть, просто... Вот я знаю, в одном из... В одной из деревень здесь, недалеко, Сырейка, рядом с Сырейкой, там люди отпускали собаку, им говорили соседи, может, вы стерилизуете. Вот, они вроде как бы... Нет, мы не хотим, зачем это надо? И у меня тоже вот одна женщина тоже говорит, я не хочу стерилизовать свою собаку, и все. Но, тем не менее, она бегает. Ну, это самовыгул. Самовыгул. Я бы... Вот это вот и надо заставлять законом. Потому что у деревенских такое мнение, что стерилизованная собака, она не полноценна и плохо храняет. Хотя это миф. Да. Поэтому вот это надо заставлять законом. Этим мифам нужно развенчивать. Работа, выход в массы. А каким образом? Каким образом? Это тоже волонтерская работа, я сказала бы. То есть волонтеры проводят эту работу. И мы проводим... Ну, очень много общаемся с людьми. Да, очень много общаемся с людьми. И вот в прошлый раз, когда мы тоже с вами общались, мы, так скажем, проектировали в мечтах, что нужно во дворах проводить беседы, в школах проводить беседы, о правильном отношении к животным. И, наверное, точно так же и по деревням можно проехаться и пообщаться с жителями, что не нужно выпускать собак на самовык. И, может быть, льготная стерилизация. Особенно для деревенских жителей актуальная льготная стерилизация. Льготная даже где-то может быть бесплатная. Опять же, для социально обеспеченных и социально не обеспеченных. Спасибо. Спасибо. К сожалению, время нашей программы завершилось. Еще раз хочу обратить внимание всех тех, кто посмотрел нашу программу. Все видеовизитки вы сможете увидеть на повторах на телеканале «Самарегиз». И каждая наша программа оригинального эфира повторяется не один раз. Но и самое главное, вся информация есть на нашем сайте телеканала «Самарегиз». Название программы «Хочу домой». Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok